Бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которого обвиняют в крупном мошенничестве и растрате, вернули в Россию. Вопрос своего экстрадиции из Франции решался пять лет. И вот, наконец, Кузнецову в сопровождении сотрудников СИНа и российского бюро Интерпола доставили в Москву. Из аэропорта Шереметьево репортаж нашего корреспондента Николая Соколова. Добро пожаловать в Москву! С Новым годом! Всем прилетающим в Шереметьево в эти праздничные дни вручают памятные открытки. Но у Алексея Кузнецова встречают полицейские. Автозак прямо у самолета. Многие следователи с трудом верили, что Франция экстрадирует в Россию бывшего чиновника. Еще несколько лет назад он свободно передвигался в Париже и давал интервью. Жизнь мигранта нелегка. Нелегка она прежде всего потому, что ты теряешь свою такую среду обитания. Конечно, ты чувствуешь себя полной изоляцией. И даже вопрос не в том, что тебе не звонят. Когда ты звонишь, люди стараются максимально либо не ответить, записав твой новый телефон, и потом не поднять трубку. Либо, скажите, я перезвоню позже с другого телефона. Жизнь мигранта и бежавшего от российских правоохранительных органов Кузнецова оказалась на чужбине нелегка. Судебные процессы по вопросам экстрадиции проводились неоднократно и регулярно. Но несколько раз процесс специально затягивался. То в связи с отсутствием самого Кузнецова, то его защиты. На родине экс-министра финансов обвиняют в мошенничестве, растрате, легализации денежных средств, а еще имущество, полученного преступным путем. Я напрямую говорю, мне терять нечего. Вон они строят какие хижины на свои. Если мы на свои 20 лет там строили, от себя отрывали, и сейчас вон. Эти кадры мы снимали еще в 2013-м. Тогда масштабные уголовные дела стали расследовать уже не на региональном, а на федеральном уровне. Слишком много покровителей было у Кузнецова в Подмосковье. Они и помогали ему в свое время покинуть Россию в частном самолете. Свидетелями роскошной жизни Кузнецова в России и его гражданской супруги Жанны Булых на бюджетные деньги стали жители дачных участков вблизи Рублевого-Успецкого шоссе. Для своего замка в тысячи квадратных метров в стиле Версаль Чита Кузнецовых сносила соседние дома и выселяла местных жителей. В то время, когда обманутые дольщики компании Кузнецова ждали новых квартир. Вот наш дом был. Нас за два часа выселили. Краном будку эту перенесли нам вагончик. У меня мать с отцом оставили полдома. Я деньги внесла сюда. Год целый. Не ели, не пили. Собирали. Все копеечки вносили. Уголовных эпизодов очень много. Только доказанных в рамках расследования около 20. В отношении лишь Кузнецова. Не отстает и Жанна Булых. Это и выводы миллиардов бюджетных средств. И программа обновления парка подвижного состава общественного транспорта. Автобусы, стоившие 8 миллионов, покупали, судя по документам, за сумму в разы больше. Эту же схему использовали при замене старых лифтов. Занимались и возведением торговых центров в Московской области. За бюджетные средства выдавали своим знакомым вдоль и самые выгодные участки. Даже если под ними секретные объекты. Например, как этот военный бункер. Но даже после экстрадиции самого Кузнецова эта криминальная сага точно не закончится. Заочно осуждена в России его гражданская супруга Жанна. В отношении нее больше десятка уголовных дел и расследования о выводе миллиардов рублей. Правда, она хорошо познавалась в США. Стала гражданкой и светской львицей. Сменила белорусскую фамилию Буллок на созвучную фамилию известной американской актрисы Буллок. Открыла галерею искусств и даже наняла для смены имиджа пиарщика. Того самого, который работал на Энди Орхола. До эмиграции в США удачно выдала замуж свою дочь. Судя по всему, подготавливая почву за сына американского сенатора. Свадьбу сыграли в России в исторической усадьбе Архангельская. Ее специально закрыли на время мероприятия. Угощали гостей дорогостоящими блюдами от специально приглашенного шеф-повара. Скорее всего, в его случае примета «как встретишь Новый год, так его и проведешь» не подействует. Новый год он встречал во Франции, но несколько лет может провести в колонии на территории Российской Федерации. Если суд примет обвинительный приговор, следственный комитет намерен передать материал уголовного дела. Совсем скоро суд. Николай Соколов, Владимир Мясняков и Юрий Липатников. Вести.